Я, Фабрик Озерок, щись в Руси и майбутний президент Белоруссии Дмитрий Колдун! Ну ладно, Дмитрий, ну уходим же, Василий. Ну давай, давай, портелимся в нормального Дима Колдуна. Итак, всем слабым Дима Колдун! Подвините. Всем привет. Сказал он на белорусском языке. Нет, на белорусском языке. Мы же простили вас приветствия, Белоруссия. Да, просто до молодости. Доброй ранец и сабры. А, класс! Окей, давай, белорусска за размобой, пояснишь нам, что ты робишь тут в Украине. Я проехал на некую плясовку выступить, петь пару песенок. Это круто! Это круто! А ты знаешь белорусскую, ну так, досконало, як мы, украинскую? Так, як я, украинскую. У меня было, однако, пять. Да? Белорусской мое. Ну, как круто! И, Дима, ну, украинскую ты разумеешь, но краще с тобой российская, да? Да я все понимаю, но я как пес. Понятно. Ну что, давайте действительно будем объясняться русским языком человек. Дима, ты приехал сюда на нашу, на песню года. На вашу песню. На нашу песню, и на вашу песню тоже. На песню года, да? А с какой песни ты приехал? У меня будет много песен. Несколько песен, да? Да. Три, две, а это будет вообще сольное моё выступление. Да, и все будет хорошо. И приходите на концерты, узнаете? Приходите, но, правда, билетов уже нет, но все равно приходите. Ну, понятно. Хотели мы заставить Диму тут на скейтборде поехать, да не удалось, упал. А я побоялась этой попу Димы Колдуна. Да, да, крутяк. Хотели поговорить про скандал, но не удастся. А я тут хотел поговорить, да вот тоже что-то. О чем хотели поговорить, Дима? Дима, на самом деле, хотел бы нам рассказать про рок-опера, в которой он будет брать участие. Что я буду делать? Петь. Это у нас брать-ты участь. Брать-ты участь. Брать-ты участь. Участвовать. Я уже взял участие в рок-опере. Заметь, про брать ты сам сказал. Ну, брал, ну, мне просто сказать, что я буду брать, но я уже брал. Ладно, все. Дима, давай. А буду играть в рок-опере. Мы уже отыграли премьеру. Рок-опера называется «Звезда и смерть Хакина мурет». Написал ее известный композитор Алексей Львович Рыбников. Он еще «Юнон и Авось» написал. А, все, понятно. Музыку «Кабуратино» он еще написал. Понятно. Ну, такое именно... А к Чиполино. Как у нас в Украине, как до встречи Рыбникова? Нет, наверное, вот... Нет, не суждено. Но я на Чиполино написал... С луком было сложнее работать, чем с деревом. О, у нас Чиполино написал одну игру, что ли? Дима, ты знаешь, все гости, которые появляются у нас в студии, они не остаются без подарков. И мы решили подарить тебе подарок. Альбом нашей украинской певицы Евгении Власовой. С кем разговариваешь? Тебе, конечно. Я просто камеру скажу. Вот он тебе. И еще один подарок, да? Алло, 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 запрятание. Это наш телефонный звонок, который сейчас дозвонился и хочет... Алло, Гутен Морген! Дзвонок дозвонился? Гутен Морген! Скажи, Дима, скажи Гутен Морген. Гутен Морген, плиз. Димочка, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас Ольга беспокоит. Ольга, здравствуйте. Вы меня помните? Я хочу вам сказать, что вы мне очень нравитесь. Спасибо. Как певец, как мужчина. Вы очень красивый и очень привлекательный. И вообще, ну, мне нравится ваш голос и ваше творчество. Спасибо вам большое. А еще у меня такой вопрос. Скажите, вы в Киеве долго будете? Да, на вашем вопрос. Вы слышите, долго? Ну, наверное, до завтрашнего дня. А в какой гальчинице вы ночуете? А возможно встретить, скажем, на улицах нашего прекрасного города? Конечно, можно меня встретить на улицах, в подворотнях. На улицах? Сноровно. В 9.30 на улице Сокстаганского. Нет, нет, нет. Я тебе могу открыть. Да, наверное, 24 дріб, 1. Саме через 10 минут Дима будет выходить. Я все-таки стыкну, что приезжаю сюда? Нет, я не успею. Оля, может, у тебя есть больше профессионалов? Я ничего не понимаю, что вы говорите. А ничего? Оля! Ось такое запасание. Оля уже побегла. Мы думаем, что она стыкнет. Мы поведомим обовязково. Это будет песня «Араш» и «Бора-Бора». Про «Араш» и «Бора-Бора», да, конечно. Да, 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 Дима. «Араш» и «Бора-Бора» по-русски говорю тебе. Еще нам подавился клип «Бора-Бора». Мне, знаете, перекладается, он примерно «Дай мне силу, дай мне силу». Как и песня Дмитрия Колдуна, который сейчас… Я взяли «Бора-Бора» перекладку, как просто Дмитрий Колдун. Дмитрий Колдун, Дмитрий Колдун. «Бора-Бора» – два одинаковых слова. Ну что ж, Дмитрий, давай теперь просерьезно. Я ничего, я тут… Я, Дмитрий, у нас буду святковать Новый Риг. Я буду… Новый год я буду отмечать с бокалом шампанского. На сцене? Нет. В бане? В ванне. А потом пойду в выступлю куда-нибудь. Ой, класс. А ты наедине будешь сам с тобой встречать в ванной? С ванной Новый год? Ну, в принципе, это тоже… А у вас ваше сердце не занято? Вот про це, запытание у вас. Про сердце? Девчонка. У меня его нет. А может быть, мальчик есть? Мальчик? Да нет, мальчик… Я очень хочу мальчика. Ну вот, если будет дочка, тоже вот ничего. Уважаю, уважаю всем! Дмитрий Колдун в пошуках хлопчика. И неважно, вы звитки ли? Украина, Белорусская? Звучит телефон 254, 208. Можно? Запропонуйте свои комнаты. Мне вот очень-очень хотелось поговорить. Я, возможно, уже… Возможно, уже вам задавали этот вопрос тысячу раз, но вы видели клип «Аэросмит Джейдин»? Конечно, видел. Видели? Вас не пугает очень-очень-очень сильное сходство. Очень страшный клип, ребята. Я очень испугался первый раз. Нет. Удивительное сходство. На самом деле, я вчера смотрела вот ваш клип «Аэросмит» и одинаковый макияж, только, слава богу, вам не сделали длинные волосы, шляпу и усы, а то вы бы были похожи на боярского. Кто сделал клип раньше? «Аэросмит» в 2001 году. Нет, на самом деле мы сняли этот клип, когда мне было лет 6. Я был еще маленьким. Да. Ну вот перерос так. Да, и просто нашли дублера, который приблизительно будет похож на меня через некоторое количество времени. Если мы сняли этот клип намного раньше, они у нас просто украли его. Ну, на самом деле, честно, а вот режиссер знает о том, что он снял? Или сценарист? Режиссер, я считаю, это очень хорошо. Я считаю, ему вообще... Ну, абсолютно все равно. Ну, вы считаете это нормальным? Ну, как бы у вас не было идеи, что вы взяли идею и полностью пересняли клип? Ну, на самом деле, если бы я был режиссером, я бы, наверное, не брал эту идею. А режиссер решил взять... Бейонс, вот у Бейонса сейчас классная в новом клипе идея. Ну, вот так. Ну, просто опоздали немножко. Да? Бейонс, если бы она немного раньше выпустила клип, мы бы ее сперли. Да, ну, хорошо. Мы вам желаем, чтобы вы следующий клип классно сперли. Да, и плюс, разговаривая с Иоанной, он мило потрагивает альбом Евгении Влада, который мы подарили ему. За уголки. Обязательно послушать. Там ума и грудь есть. Обязательно послушать. А, скажи, пожалуйста. Дим, у тебя альбом есть, вышел? В феврале. Выходит? Выходит альбом. Ну, он будет несколько отличаться от всего того, что я до этого исполнял. Ты уже знаешь, как он будет выглядеть? Он будет выглядеть хорошо. Какие там песни будут? Хорошие. А там будет у меня Crazy Aerosmith? Нету. Нет, там будет песня группы с Лепсом. Вы можете написать такую же песню, только по-русски. Дима, Дима, скажи, а кто тебе нравится из российских исполнителей? Кто тебе нравится, а кто не нравится? Да, вот именно так вот. Мне Лепс нравится. А кто не нравится? А вот всем нравится. Да, Лепс мне нравится. А вот кто не нравится? Олегова. Олегова. Кого ты не воспринимаешь? Скандал вот сейчас. Алла Пугачева я вообще не люблю. Давай. Я обычно не воспринимаю, а вот не знаю. Давай. Кто это? Ну, быстрее. У нас 30 секунд быстрее. Скажи, кто это? Скажи, кто это? Ну, я не воспринимаю. Скажи. Группа Божьей коровки. Божьей коровки. Божьей коровки. Дима, я вам уже перевела песню «Аэросмит». Детка, детка, дай мне любви. Группа Божьей коровки.